Музыка Всем добрый день! Приветствую вас на своём канале! Меня зовут Олеся. Сегодня я хочу предложить вам приготовить вместе со мной сочники творожные по ГОСТу. Рецепт, как и все рецепты по ГОСТу, просто отличный. Будем готовить по технологической карте для предприятий общепита. И, ну что сказать, они просто потрясающие. Нежнейшее тесто, которое просто тает во рту. И нежнейшая же творожная начинка. Приготовьте, попробуйте, вы не пожалеете. Итак, давайте будем готовить. И приготовление сочни начнём с приготовления начинки. Что нам потребуется? 2 желтка, 80 г сахара, 60 г муки, ванильная эссенция, либо берите ванильный сахар. 400 г творога. У меня он уже пастообразный. Если у вас нет, перетирайте, либо пробивайте блендером. И здесь уже ещё 400 г творога и 40 г сметаны. Это, посмотрите, такая здоровая ложка с горкой. Просто всё соединяем. Творог, сметану, сахар, 2 желтка, муку, немного ванили. Я возьму примерно пол чайной ложечки. Хорошо всё соединить венчиком. И начинка готова. Вот такая она должна получиться. Не жидкая и не слишком густая. Нежная и воздушная. Убираем подготовленную начинку на полчаса в холодильник. Ещё нам потребуется 2 яйца, 8 г разрыхлителя, 5 г соли и 100 г сахарной пудры. 200 г сливочного масла комнатной температуры. Яйца тоже брать комнатной температуры, чтобы всё хорошо соединилось. Окей, 420 г. Соединяем масло, соль и сахарную пудру. И хорошо всё взбиваем миксером. Вы видите, мягкое, хорошо взбивается, хорошо соединяется с пудрой. Взбиваем хорошо, прям вот несколько минут, в такую пышную массу, чтобы масло слегка побелело и стало вот таким вот воздушным. Я остановилась, вы не прекращайте взбивать. И добавляйте 2 яйца. Чтобы яйца хорошо соединились с маслом, нужно брать их не холодные, то есть комнатной температуры. Муки потребуется 420 г. Обязательно её просейте. Добавим в неё 8 г разрыхлителя. Добавляем по чуть-чуть, в несколько приёмов к маслу. Взбивать не нужно, просто перемешиваем хорошо на самом низком обороте миксера. Можно вообще пользоваться лопаткой или венчиком. Хорошо перемешаем, уже рукой. Долго тесто вымешивать не нужно, просто пока масса не уберёт в себя всю муку. Давайте покажу ещё поближе тесто, какое должно получиться структурой. Мягкая муки я не добавляла. Вот сейчас возьму ещё буквально по щепотке, для того, чтобы сформировать, и всё. Делим это тесто на 12 частей, весом примерно по 66 г. Вернее, не примерно, а так указано в карте, что весом идёт тесто 66 г. Я измерила целый ком тесто, и у меня получилось так и получилось, что должны быть весом от 66 до 69 г. На 12 кусочков делим. В общем, делайте от 66 до 70 г. Подкатываем аккуратно всё в шарик. Теперь берём начинку охлаждённую. Каждый кусочек теста. И раскатываем. Раскатываем в овальную лепёшечку. Выкладываем начинку. Начинки должно быть много. Выкладываем на одну сторону. И закрываем. Залеплять сочней не нужно. Сформированный таким образом сочень выкладываем на лист, застеленный пекарской бумагой. Можно защипнуть слегка только вот эти вот края. Здесь не формируется. И таким же образом формируем все. Раскатываем овал. Выкладываем начинку. Сворачиваем, выкладываем на лист. Если желаете сделать слегка фигурные края, то после того, как свернули лепёшечку, можете взять вот такой вот ролик и пройти слегка по самому краю. Обрезки раскатайте со следующим кружочком. При желании можно вверх смазать молоком. Можно оставить так. И выпекаем. Духовка, как уже сказала, 200 градусов. Отправляем в духовку. Выпекаем ровно 20 минут. До золотистого цвета. Они не должны быть сильно зажарены. Слегка золотистые, с мелкими такими трещинками. Вторая партия тоже готова. Также выпекалась 20 минут при 200 градусах. И давайте посмотрим, какие сочники получаются на разломе. Они буквально вот разламываются в руки. Такие они нежные. Нежнейшее тесто. Вкусное, ароматное, нежное. Опять же, творожная начинка. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, вам и вашим детям очень понравится. Я же с вами сегодня прощаюсь. До скорой встречи в следующем видео. Всем удачных сочников с творогом. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!